Добрый день, друзья! Ужасно рада быть в Ярославле. И хоть действительно мы с Александром в рамках этого проекта, который называется «Учимся давать интервью» и который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, действительно уже проехали, наверное, 4 города или не помню уже сколько, но мы особенно любим Ярославль, ужасно любим, поэтому вот особенно рады быть у вас, тем более в такую прекрасную погоду. Ну, немножко я хочу рассказать о нашей радиопрограмме поподробнее, чтобы вы понимали вообще, кто мы и с какой радости взялись вообще-то вас учить. Вот называемся мы автономной некоммерческой организацией «Студио Диалог». Наша программа выходит 18 лет в эфире каналов «Радио России» и «Маяк». И, ну, в общем, на самом деле это практически уникальный случай, чтобы вот некоммерческая организация выпускала радиопрограмму и она бесплатно шла вот в эфире федеральных каналов. Причем тематика программ вот абсолютно ваша, то есть что делают некоммерческие организации, благотворительные фонды, волонтеры, вообще такие активные граждане для того, чтобы сделать мир вокруг себя лучше. Вот, это как бы наша основная миссия. Значит, при радиопрограмме создано было благотворительное общество «Адреса милосердия», так же называется, как радиопрограмма, потому что мы стали рассказывать о том, как люди помогают друг другу, о немногочисленных тогда еще некоммерческих организациях. И к нам пошел вал обращений. Люди просили тоже помощи в такой же ситуации. Говорили, ой, вот и у нас, и у нас, и помогите нам. И мы поняли, что мы не можем рассказывать о таких проблемах социальных и самим не начать помогать. И при помощи радиослушателей сделали, открыли благотворительное общество, и теперь у нас такой союз НКО, благотворительного фонда и СМИ. И мы взаимно помогаем друг другу. То есть мы можем какие-то просьбы людей, которые к нам обращаются в благотворительное общество «Адреса милосердия», мы транслируем. Вот Александр Ветров, он ведущий радиопрограммы «Прямых эфиров на Маяке». Обычно программы начинаются с того, что директор фонда или координатор фонда озвучивает просьбы людей, которые к нам обратились. И таким образом мы помогаем собирать, привлекать средства. Ну вот мы выходим пять раз в неделю на основных федеральных каналов. Общая аудитория – это написано на сайтах этих каналов. У нас много эфира, более 50 часов эфира. И, собственно говоря, наша программа – это возможность рассказать для некоммерческих организаций о себе. И не просто рассказать о себе, а привлечь средства. Да, больное самое для нас, для нас больное дело такое. Всем не хватает денег некоммерческим организациям. Поэтому, собственно, моя задача, с одной стороны, знаете, проводя эти мастер-классы, мы с Сашей вообще-то работаем отчасти на себя. Потому что, вы знаете, для нас, как для журналистов, вот я 20 лет в этой сфере, и вы знаете, насколько приятно, когда к тебе, когда ты записываешь, или с Сашей в эфир приходит абсолютно подготовленный человек, который понимает, что надо говорить, что не надо говорить, да, который говорит ярко, коротко, образно. И вот таких людей мы все время сами зовем в эфир. Вот как, например, Наталья Матвеева, которая уж как скажет, так скажет, говорит ужасно здорово, интересно, ярко, энергично, с интересными примерами. Да, вот наша задача, чтобы работать с подготовленными людьми, да, нам, как журналистам, это намного легче, чем, вы знаете, сидеть в программе. У нас, вот, скажем, адреса «Милосердие» есть выпуск «Три минуты», программа короткая. Тут, понимаете, особо вот распространяться, начинать от Адама всю свою историю, ну, некогда, просто бессмысленно, да. Вот, и когда ты ради этой трехминутной программы, а уж вы все равно договорились, вы уж все равно встретились, да, и когда ты ради этой трехминутной программы 40 минут из человека вытряхиваешь, что он все-таки наконец делает, да. Ну, это честно, ребят, правда, это очень тяжело, да. И вот у меня хватает терпения, у нас хватает терпения, но мы социальные, мы заточены под вас. У других журналистов такого терпения не будет. И честно, вот почему многие недовольные бывают материалами, журналистов говорят, вот мы там им такую речь подготовили, мы им там 15 минут разговаривали, они дали первые две фразы, какие-то самые глупые. А кто виноват? Ну, не знаю, надо думать. Потому что, да, у журналистов не у всех хватает терпения выслушать все, что вы там заготовили. Значит, я, на самом деле, у нас будет построена так, наша сегодняшняя встреча. Во-первых, всем, кто хочет пить или немножко перекусить, там есть кулер, и можно чай и кофе налить, и совершенно нас не оскорбит, если тихонечко там вы подойдете и будете тут прихлебывать. Это совершенно нормально. Вот, значит, первый час буду рассказывать я. Я, да, кстати, я ведущая радиопрограммы «Адреса милосердия», которая идет в записи на Радио России, и автор. Ну, я и директор автономной некоммерческой организации «Студио Диалог». Следующий час с трех часов будет Саша, его будет час. Потом мы с вами переварим эту информацию и закусим печеньем, чтобы немножко как-то уложить. А потом будет самое интересное, для чего, собственно, мы здесь собрались. На самом деле, цель наша абсолютно интеллектарная. То есть я не просто приехала вам тут рассказывать какие-то вещи. Мне очень важно, чтобы организации вашей некоммерческой, которые совершенно замечательные, я в этом уверена. Вот мне, вот вы тут заходили, и Наташа мне говорила, «Ой, ты знаешь, вот эти такие отличные, ой, а вот эти такие, вот у них такие проекты». Вот мне хочется, чтобы об этих проектах вы рассказали для радиопрограммы «Адреса милосердия», чтобы вы дали не просто вообще интервью, а давайте мы выйдем с вами в федеральный эфир, да. Поэтому вот вы пока внутренне готовьтесь, готовьтесь. Мы все готовы записать, это абсолютно реально. Мы для этого, собственно, сюда и приехали. Ну, правда, у тех, кто сегодня не осмелится, или, например, у кого, может быть, нет времени сюда прийти, остается возможность все равно попасть в эфир к нам, прислав аудиоматериал. Вот аудиоматериал, если вы сами запишите о себе файл, хотя, честно вам скажу, самому вот сесть с микрофоном и самому рассказывать себе о себе, ну, это, честно, не тот калинкор совершенно. Всегда очень, ну, интереснее, когда есть диалог. Тем не менее, это тоже есть возможность такая, и в книжке, кстати, это описано, вот эта книжка, которая тоже вышла в рамках президентского гранта. Вот, собственно говоря, чем мы сегодня будем заниматься. Вот, а значит, я буду рассказывать о радиопрограммах, которые идут в записи, да? А вы имейте в виду, что сейчас в основном вся продукция, вот, радио, если это вот не канал, где преимущественно прямые эфиры, как, например, «Маяк», да, который под это заточен, ну, есть некоторые каналы радио, где действительно только прямые эфиры, но вот на «Радио России» в основном программы в записи, да? На телевидении почти все программы в записи. Если вас не приглашают на прямой эфир, например, вот, опять, если даже вас приглашают в утренний канал, вы понимаете, да? Вас приглашают за неделю вечером, и вы снимаете эту утреннюю программу. То есть это тоже, то есть вот прямо таких прямых эфирах, ну, реально довольно мало, вот, где действительно приходят вот живьем гости. Поэтому у программы в записи есть свои особенности, и, с одной стороны, это легче, это намного легче, потому что прямой эфир, это, ну, требует такой некой подготовки, такой хорошей, да? Ну, вот я просто, значит, для начала вам некую информацию, да? Что такое вот радиопрограмма, которая в записи? Это есть музыкальная заставка, есть некий текст ведущего, есть некий репортаж, то есть который сделан из интервью, которое вот мы с вами записали, заключение, музыкальная заставка, да? Вот, и обязательно, кстати говоря, в нашей радиопрограмме адреса милосердия мы обязательно даем контакты организации. То есть у нас вот этого, вот этой ерунды, которая сейчас часто бывает, особенно на телевидении, когда представители некоммерческой организации даже дают в кадре, он что-то говорит, а при этом там, например, его имя, фамилия и написано социальный работник. Да, вот так, например, было, когда Лиза Олескина, знаете, да, директор фонда «Старость и радость», который помогает пожилым, вот она нисколько не социально работает, она вообще-то директор фонда благотворительного «Старость и радость», да? Но почему-то такие штуки, вот, так сказать, воспринимают, даже просто название фонда или некоммерческой организации часто воспринимается как реклама, особенно это телевидение этим грешит. Вот у нас программа изначально, мы называем полностью название, как ваша организация называется, как ваш социальный проект называется. У нас никаких ограничений нет. Более того, мы можем объявить, если вы собираете какие-то средства, на что-то привлекаете, можем объявить номер вашей, там, не знаю, горячей линии, номер для СМС, перечислений, да? То есть мы можем искать любую информацию, озвучить, которую вы хотите донести до людей. Поэтому это вот у нас обязательно. Вот, соответственно, вот технология производства программы, вот, кажется, что это, ну, вот, вроде что там сделать, да? Вот взять, записать и все, и сразу на эфир. Сначала мы записываем, да? Потом я вот это вот все расшифровываю и выбираю те куски, которые потом станут основой репортажа. Потому что даже когда человек, вот, ну, говорит осознанно и для радио, он говорит очень много лишнего, да? И вот какие-то, да? То есть я эту информацию, знаете, вот ваш этот репортаж, там, он продолжается, например, 15 минут, я его, знаете, как вот белье выжимаю, и из него вот стою вот тот самый сухой остаток, самая яркая, самая вот, ну, интересная, самая вот такую информацию, которая хорошо, хорошо будет, ну, расскажет о вашем проекте. Потом, значит, я вот выбираю эти фрагменты, пишу текст, подводку для ведущего, да? То есть надо людей ввести в тему, что это вдруг ни с того ни с сего, значит, у нас там какая-то организация появляется некоммерческая в эфире, да? Потом, значит, когда программа готова, да, это сценарий программы готовый, причем, вот, имейте в виду, вот три минуты, вроде считается, что это не серьезный формат, да, это короткий формат, но он требует, кстати, говорят журналисты, он требует, ну, виртуозности, потому что там нужно вот в эти три минуты нужно вот это все впихнуть, да? И чтобы там, ну, остался какой-то смысл, да, у человека осталось какое-то понимание вообще, что это было, да, и куда ему можно обратиться, да, если что, вот. Ну, и, соответственно, человеку, который дает интервью, он тоже должен понимать вообще в каком это формате. Соответственно, да, и потом, и после этого, мы всю эту программу, мы арендуем студию, звукозапись, аудио-студию, где мы, мы не коммерческая организация, у нас в своей студии нету, Радио России нам не предоставляет никаких студий бесплатно, мы арендуем за деньги студию, арендуем ее примерно раз в месяц, потому что, ну, пишем сразу, программ много, ну, невозможно там каждую неделю, это просто нереально, да? Вот, соответственно, вот просто вы понимаете, да, и потом только, когда происходит сведение, мы записываем ведущего в специальной студии в Тихой, потом происходит монтаж кусков, вот, радиопрограммы, все это сводится вместе, вместе с музыкой, да, и потом мы это отправляем уже на эфир. Соответственно, вот, да, вот, не удивляйте, что срок подготовки даже такой программы, не потому что ее можно сделать, может быть, и за три дня, ну, то есть, вот, да, быстро очень сделать, но это просто, как бы, организационно очень сложно. Поэтому, когда вот часто бывает такое, что вот нам звонят и говорят, ой, вы знаете, у нас через пять дней такая акция, такая акция замечательная, ребят, ну, вот вы подумайте, вот, да, минимум за 15 дней, а лучше за месяц, если у вас такая замечательная акция, вы подумайте заранее, да, вы, вот, в последней, мы не новостная программа, мы не новости, вот, значит, вот мы за долгую, как бы, практику своей работы выделили несколько вопросов, таких ключевых, которые, я даже, у меня есть памятка такая, знаете, памятник корреспонденту, какие вопросы надо задавать, значит, какие вопросы, прежде всего, должен найти ответ человек, который вас слушает, то есть, ему должно быть, что понятно, да, во-первых, кто вы, да, что за организация, как она называется, да, ваши фамилии, имя, отчество и регион, в котором вы работаете, да, дальше, значит, какую острую проблему социальную вы решаете, да, и рассказать о том, почему она острая, да, кому конкретно помогает некоммерческая организация, причем здесь вот эти вопросы, они предельно конкретные, вот, когда мне в свое время, и чем более расплывчато мне рассказывают, говорят, да мы всем помогаем, но не может быть всем, как, вообще всем, вот, как я должна осуществить, кого мы, что, любой, человек любого возраста, который, что, живет в Москве, где, когда там мне один руководитель некоммерческой организации московской сказал, мы помогаем, мы оказываем, значит, помощь всем москвичам, а при этом у них даже офиса не было, они работали дома, ну, значит, понимаете, да, во-первых, у меня, как бы, я уже фактически экспертом стала ПНКО, потому что, ну, мы столько уже и знаем, что уже, уже опыт приходит, мы понимаем, кто, кто как работает, да, и кто чем живет, и я сказала, ну, хорошо, а какую помощь вы оказываете, вот вы в состоянии оказать, практически в единственном числе, да, всем москвичам, она говорит, моральную поддержку, ну, нормально, вот про такие организации мы честно, мы программы не делаем, я вам сразу скажу, вот, значит, поэтому тут должна быть четко, да, кто к вам может обратиться за помощью, кому вы помогаете, да, что вы конкретно делаете, ну, какие бесплатные услуги, ну, это как бы, так, это официальным языком, ну, вообще, что конкретно вы делаете, причем, чем более расплывчатый ответ, тем он больше меня, например, не устраивает. Я человек конкретный, во-первых, во-вторых, я отвечаю за свои слова, и совершенно мне не хочется вводить радиослушателей, такую огромную аудиторию, вообще, в заблуждение, да, относительно, вот, вашей работы, потому что, когда мне говорят, а вот, знаете, мы проводим мероприятие, я не понимаю, что это значит, а вы знаете, вот у нас, значит, нашими мероприятиями охвачиваем, там, какое-то огромное количество людей, я не понимаю, объясните мне, что такое мероприятие. Мы консультируем, кого консультируем, что у вас проходит в консультации, какие, юридические, правовые, что, поясните, что конкретно, да, вот, мне очень важно, чтобы вот этот вот пятый пункт расшифровали как можно более подробно, или когда там говорят, а мы проводим праздники, а какие праздники, а для кого праздники, да, ну, вот, в чем тут помощь-то, да, ну, результаты работы, организации, история, успех и герои, вот, правда, это шестой пункт, но на самом деле, это по значимости, по тому, насколько это запоминается или не запоминается, вообще, ваша яркая речь, это почти что самое важное, потому что любую социальную проблему можно вообще рассказать на примере конкретного человека, конкретной судьбы, семьи, да, вот, всегда, и у вас наверняка есть такие подопечные, вот, на примере которых, вот, знаете, которым, вот, про которых вы рассказываете близким, вот вы встретились, например, там, ну, я не знаю, с одноклассником, которого там, ну, вот, не видели, там, не знаю, 10 лет, но вообще не знаете, чем вы занимаетесь, да, и он вас спрашивает, ну, чем ты занимаешься? Вот, вы, значит, открываете рот, говорите, ну, я там работаю в некоммерческой организации, ну, это вообще ни о чем, это непонятно, да, и вы, чтобы себя как-то, ну, чтобы объяснить близкому человеку, вот, вам не все равно, что он про вас подумает, вы берете самую историю, которая вас зацепила, задела за живое, да, и вот эту историю вы ему рассказываете, говорите, слышь, ты знаешь, вот недавно мы такому ветерану помогли, вот живет дед один, там, у него, не знаю, забор там рухнул, дров там не осталось до конца весны, и вот, а мы помогаем пожилым, вот мы пришли, мы организовали, привезли там грузовик дров, покололи, сложили, волонтеров организовали, все, вот, лекарства ему привезли, вот мы этим занимаемся, и вот сейчас еще, понимаете, вот самые такие вот, ну, самые интересные, самые вкусные истории, вот, которые связаны с жизнью, с героями и с результатами вашей работы, которые, ну, отражаются на судьбах людей, вот это самое интересное, честно, конечно, тут есть, понятно, есть вот свои правила, и понятное дело, что вы, когда рассказываете о конкретных людях, да, ну, во-первых, в принципе, вы можете назвать фамилию, но в том случае, если вы договорились, и лучше всего подписали с ним, да, вот, разглашение персональных данных, бумагу, потому что, не дай бог, вот, а если он про это вдруг случайно услышит по радио, а вы вообще, и он ни сном, ни духом про это не знает, могут быть разные неприятности, поэтому, в принципе, вот, так вот эти все вещи, вот эти все истории успеха, это надо все готовить, да, или мы рассказываем без фамилии, да, говорим, вот такая есть семья, да, вот такая, так, чтобы, ну, вот, пример был, судьба была, ну, как бы, да, все-таки уйти от конкретного человека с его фамилией, да, кстати, иметь в виду, что диагнозы мы тоже, да, вот, не имеем права вообще-то распространять, по тому же закону о персональных данных, поэтому, вот, благотворительные фонды, обычные рабы, которые помогают, вывешивая, там, сделая сбор фандрайзинга в интернете, обычно они заключают письменное вот такое вот, ну, подписывают эти люди, которые просят у них помощи, подписывают документы о том, что они не возражают, потому что иначе не собрать деньги, все прекрасно понимают, не привлечь средства на анонимного ребенка без фотографии, да, без диагноза, ну, это ни о чем, да, то есть, чем подробнее история, тем больше вероятность, что люди откликнутся на эту историю, поэтому, вот тут надо, вот, вот эти вещи надо, ну, очень отслеживать, да, более того, вы знаете, иногда бывает, вот договорились один раз, там, с человеком, которому, вы, например, помогли, например, человек с инвалидностью, вы, например, вот он, например, в коляске, ему там, он, но при этом, очень хочет работать, владеет компьютером, и хочет каким-то образом дистанционно работать, и вы, например, там, на благотворительные средства подарили ему компьютер, и он там стал работать, и по удаленке, и, в общем, чем зарабатываете, совершенно себя прекрасно стал чувствовать. И вы эту историю как флаг несете и рассказываете, рассказываете, рассказываете. А потом вы много лет рассказываете. А вот неплохо бы у человека время от времени с ним поддерживать связь и вообще спросить, как у него дела, потому что ведь, может быть, ситуация изменилась. Иногда бывает такое, что вы-то про него рассказываете, а человек, например, тяжело заболел или умер, не дай бог. Просто вот эти все нюансы, про это как-то особенно не думают. Но вот если уж вы взялись про кого-то конкретно рассказывать, то вы уж проверьте и с ним согласуете это все. Значит, очень важный вопрос для нас, тоже очень важный, поскольку, ну вот сейчас мы дальше про это поговорим, есть некое в вашем обращении к такой аудитории широкой, должна быть некая цель. Вот чего вы, собственно, хотите сказать, да? И когда к нам вот рвутся в эфир и говорят, мы хотим, вот вы знаете, мы так хотим, а Сера, скажите, что вот мы задаем неудобный вопрос, но Саша тоже про это еще скажет, но мы задаем обычно такой не очень удобный вопрос, который всегда говорит, как, как, зачем? Хорошо, вот зачем именно сейчас? Вот прямо сейчас? Вот зачем вам прямо сейчас? Что? Не потому что мы не хотим, мы хотим понять, почему вам это важно именно сейчас. И если вы говорите, а вы знаете, что через месяц, например, там, не знаю, месячник борьбы там вот с заболеванием, которым мы там, да, вот, с которым мы боремся, да, прекрасно, да, или вы знаете, что сейчас вот обнародованы новые данные там по туберкулезу, да, и вот они такие, что вот просто вот у нас есть там некий по этому поводу комментарий, да, это я понимаю, а когда я говорю, знаете, а мы что-то у вас давно не были в эфире, мы вот подумали, что вот надо бы в эфире, я вот этого не понимаю. Ну, вот давайте мы вот расскажем о себе, ну, вот, мне кажется, у любого обращения такого должна быть цель, да, если уж вы добились до федерального эфира, вы же понимаете, мы не можем рассказывать организации, ну, какие-то там, не знаю, десятки, сотни тысяч в стране, и понятно, что одна и та же организация у нас часто в эфире появляться не может, да, мы не можем, как бы, абсолютно всех интересы обслуживать, просто, ну, физические эфиры не хватит, поэтому вот должна быть цель, и мне кажется, эта цель или это, ну, она должна быть такой достаточно утилитарной, потому что рассказать о себе, я понимаю вот эту, знаете, когда я понимаю, когда, знаете, вот мы хотим сказать, когда есть уникальный опыт, вот вы что-то придумали, какую-то социальную технологию, какой-то прием, какую-то акцию, что-то такое, что, о чем вы хотите рассказать, как и слушать, ребят, присоединяйтесь, вот давайте, вот, когда вот было там движение Добрых городов начиналось, вот это было классно, потому что, вот, по-моему, Нижний первый начал, да, вот Добрый Нижний, и про это надо было рассказывать, потому что в Нижнем-то про эту акцию знали, а по стране ее не знали, и сейчас это движение, в том числе и благодаря СМИ, потому что люди услышали в других городах, когда почему не сделали Добрый Архангельск, а почему там не сделали, ну, не знаю, Добрый Ярославль, не знаю, проходит здесь у вас такое, нет? То есть вот я хочу сказать, что это очень, ну, когда у вас есть что-то такое, что вы можете предложить людям и сказать, вот, ребята, а мы готовы поделиться, у нас есть там, не знаю, методика, технологии, приходите к нам, мы вам поможем, если вы там помогаете инвалидам, у нас есть такая методика, если, не знаю, вы там, ну, все что угодно, да, вот тогда, да, тогда я понимаю цель, Зачем надо выходить в эфир? Бывают, например, экспертные какие-то комментарии, когда действительно вышел новый закон, который ущемляет по-вашему права, например, инвалидов. Ну да, вы хотите высказаться. И более того, просто высказаться. Опять зачем? Просто сказать, мы не принимаем этот закон. Я не понимаю. Дело в том, что я себя позиционирую как социальный журналист. И социальная журналистика, там есть особые, ну, мне так кажется, законы. То есть мы не говорим, как все ужасно, как все плохо. Мы обязательно показываем какой-то выход. Мы говорим о проблемах, о самых тяжелых, о умирающих людях, о хосписах, обо всем чем угодно, о том, что нет обезболивания. Но мы всегда показываем выход. Мы говорим, знаете, вот, а вот если в нашей стране нет опыта такого, мы говорим, знаете, а на Западе есть вот такая методика, есть такая, есть такая. А если в нашей стране, мы говорим, знаете, а вот есть такая организация, которая вот так решила вопросы, так у них здорово получилось с властью теперь, да. То есть, понимаете, да, вот тогда я понимаю, зачем, да. Или хотите приглашить, проводите какую-то массовую акцию, вам нужно, чтобы пришли люди, да. Да, это хорошее дело, то есть можно задействовать другие, не только там радио, но это хорошее дело. Или у вас есть конкретная цель собрать средства на, ну, вот, что-то у вас сейчас вы затеваете, и вам надо сейчас собрать на ребенка, на программу, на летний лагерь, на все что угодно, да. Вот. Ну, или пригласить волонтеров, например. А может, вы обучаете волонтеров, и вы сейчас набираете группу, да. Пожалуйста, это вот. Вот. И обязательно контактная информация. Ну, сейчас, конечно, все чаще просто обычно у организаций сейчас есть представительство в интернете и в социальных сетях, поэтому тут там диктовать сайты, электронные почты обычно нет необходимости, но тем не менее, вот иногда, например, люди говорят, а хотят объявить, например, там, не знаю, часы работы телефона доверия, или там, например, адрес какого-то пункта, где они принимают вещевую помощь, или часы работы какой-нибудь консультации. То есть это вот контактная информация, это тоже важно, да. Ну, вот. Три принципа общения со СМИ. Ну, вот я считаю, что важно не с теории начинать, а с фактов, да. То есть, может быть, со статистики, может быть, судьбы какой-то, с конкретной семьи, то есть сначала, ну, погружаете как бы в проблему, а потом, то есть, да, жизнь, жизнь. Сначала жизнь, а потом говорите, с чем это связано, да, и что это за проблема. Значит, в короткой программе записной, если, ну, если вы понимаете, что у вас будет, там, не знаю, комментарий минуту, две, там, три, то не нужно пытаться вот, да, рассказать сразу все о себе, обо всех проектах, это будет каша. Выберите что-то одно главное, может быть, ну, максимум три значимых сообщения, что вы хотите сказать, вот прям раз, два, три и не больше. Слушатели все равно это не воспримут, больше они просто не воспримут, да. И выбирать самое интересное, актуальное для аудитории, это, ну, это такая филибристика, это очень важно уметь, да, вот, ну, скажем, организация помогает какой-то очень ограниченной, узкой группе людей, да, да может, такой проблемы, вот тот же муковисцидоз, да, ну, все-таки, ну, скажите, да, все-таки редкое генетическое заболевание, отнесенное к арфанам, да, и вот, когда мы начинаем, там, да, вот, говорит, ну, человек сразу слушает и говорит, господи, даже выговорить невозможно, да какое отношение, это какая-то болезнь, там, странная, имеет ко мне, да никакого, да. Вот надо, надо сделать так, чтобы вот эти, чтобы человек понял, что это вообще-то может коснуться и меня, это вообще касается каждого, да, там, или, например, синдром Дауна, какие-то генетические заболевания, а что, у нас все делают генетические анализы, а все точно знают, что они не являются носителями каких-то генов испорченных, да, а что касается каких-то онкологий, какой-то тяжелой, например, да, ну, все говорят, ой, что там слушать, слабого, у меня этого нет, да, да, ведь никто не застрахован, а инвалидность даже, никто не застрахован, то есть, понятно, что не надо людей пугать, там, да, истращать, надо найти вот ту ниточку, которая притянет внимание слушателя, да, вот, когда он поймет, что вообще-то это его касается, да, даже какие-то там проблемы вот экологические, там, говорит, вот там Байкал, да, там чистота Байкал, да, где Байкал и где мы, да, но когда там начинают говорить, что вообще-то вот Байкал, там, вот там запасы питьевой воды, она там загрязняется, то есть, когда ты связь какую-то проведешь со своей, вообще, своим регионом, со своей жизнью, как-то, знаете, вот сразу становится, в общем, человеку становится не все равно, и это очень важно, вот это очень важно, уметь найти вот самое интересное и такие слова, да, вот, журналистам надо рассказывать, да, это все, понимаете, я все разными словами говорю практически одно и то же, да, значит, о проблеме, который вы решаете, о проблеме социальной, да, о способах ее решения, статистика, очень важна статистика, то есть, имеется в виду какие-то цифры, обязательно вы должны знать в вашем регионе, в России и в мире, ситуация, не знаю, с муковицидозом, с туберкулезом, вот, кому вы, вот, в та сфера, которой вы занимаетесь, у вас эти данные должны отскакивать от зубов, вы должны все время обновлять и знать, вот, сколько детей инвалидов, сколько семей с детьми инвалидами, если вы, вот, в эту сферу вошли, вы эксперт, если к вам журналист подошел, он вас воспринимает как эксперта, значит, соответственно, если вы скажете какую-нибудь глупость, да, или что-то неправильно скажете, потом вас же, ваши коллеги заклюют в социальных сетях, да, и, как бы, зачем это нужно, вы свой экспертный статус теряете, в общем-то, да, поэтому вот эти вот данные статистические, если помогать детям-сиротам, вы должны точно знать, да, сколько сейчас детей-сирот, сколько их берут каждый год в семьи, сколько, какой возврат идет, да, вы должны это мониторить, и у вас эта информация, вот, журналистам интересны цифры, понятно, что если вы будете разговаривать одними цифрами, конечно, никого не нужно, но вот для человека, постороннего, который не погружен в проблему, ему важно понять, что, например, там, ну, я не знаю, что вот у нас сейчас, например, там, примерно 8-10% детей, которые взяли в семьи, их в течение, их возвращают обратно, да, возврат, вот, это большой процент, да, и тогда, то есть человек понимает масштаб проблемы, да, тогда, или, там, например, говорят, там, о эпидемии, там, ВИЧ-спида, да, и когда говорят, что у нас уже полтора миллиона людей с ВИЧ-положительных, да, то человек понимает, что, ого, вообще-то, да, 25% из них – это молодежь и подростки, в общем, как-то вот, то есть человеку нужно понимать, вот, ну, как бы масштаб проблемы, да, да, ну, опять история успеха, судьбы героев, которые с вашей помощью смогли, да, что-то преодолеть, что-то сделать, добиться успеха, да, конкретные результаты работы, опять результаты работы конкретные, вот, фондам, которые занимаются лечением, там, там, сбором денег на операции, им очень просто, они, значит, им можно отчитаться, и каждый, обычно на сайте везде есть, да, вот, скажем, на сайте фонда «Детские сердца», у них там такое вот, они придумали такое, ну, но я считаю, правильно, может быть, это так слишком дерзко, но правильно, они пишут, там, мы спасли, там, 3 тысячи, там, 250 детей, то есть, понятно, они проводят кардиологические, так сказать, помогают делать кардиологические операции на сердце, собирают деньги, причем на малоинвазивные, когда нужны какие-то специальные оклюдеры, когда, ну, надо доплачивать, то есть, это вообще сама операция бесплатная, но там довольно серьезные доплаты, у многих родителей этих доплат нет, кардиологическая операция – это очень часто вопрос просто выживания, поэтому я понимаю, да, это вот они так могут сказать, да, мы спасли, но вот здесь гораздо, ну, проще, да, какую-то статистику, что в год мы там, у нас реабилитацию там проходит, там, не знаю, 150 детей, да, благодаря нашей помощи, да, но когда нам говорят, что, ну, вот мне говорят, чтобы мы провели там за год 8 мероприятий, в которых участвовало, там, там, не знаю, 2000 человек, я не понимаю, о чем это, я не понимаю, что такое мероприятие, для чего они, то есть, то есть, учитесь формулировать, даже если вы, ну, как бы, это ведь, когда вышли на такую аудиторию, это же не отчет, там, перед каким-то структурой, да, вы должны рассказать конкретно, да, поэтому вот думайте тоже об этом. Вот о чем журналистам не надо рассказывать. Я тут написала в первую очередь, но, честно, в общем, если это короткая записная программа, вот с чего все начинают, наша организация была создана, там, в 2005 году, и начинается. Что там о реализованных проектов? Вот сначала у нас был такой проект, нет, ой, у вас сейчас этот проект, нет, он уже у нас кончился, зачем рассказывать о том, что вы сделали? То есть, можно рассказать о том, что вы уже сделали, если это было, ну, не знаю, ну, какое-то событие, типа, там, не знаю, театральной маски, ну, что-то такое, что прогремело по всей стране, ну, реально, да, потому что просто перечислять, что вы раньше делали, это только сбивать людей с толку, да, надо рассказывать только о том, что вы делаете сейчас, да. О деятельности организации текущей такой, повседневной, да, вот, о сложностях организации, когда говорят, ой, вот у нас там, знаете, у нас такие сложности финансовые, у нас там кадровая текучка, да никого это не волнует, понимаете ли. Понятно, что у всех есть сложности, вот, ну, вот эти внутренние, вот эти вещи, они вообще никого не волнуют. Да, вот о сотрудниках организации руководствия, о тех наградах, которые вам вручили, причем это же награды, ну, как сказать, ну, если вы там, вас отметили, там, не знаю, государственные премии, ну, наверное, как бы вы об этом скажете, но если это какие-то там грамоты, ну, не надо, это не тратьте время в эфире, все равно это незначимое сообщение для федеральной аудитории, что вас там какой-то там региональный министерств наградил грамотой, это не нужно. О партнерах организации, очень часто, значит, это вот начинают, вот, чтобы не обидеть, не дай бог, никого из партнеров, спонсоров, которые деньги дают, да, и вот, значит, начинается это перечисление, вот, кто нас поддерживает, такой банк и сякой. Ну, Саша про это скажет, в прямом эфире там жуще, законные, но, тем не менее, и в записи тоже, во-первых, сейчас очень здорово это отслеживают, не дай бог, сочтут рекламы и нас закроют, в общем, ничего хорошего не будет, да, вот, а во-вторых, как бы, если основное, основное послание ваше, привлечь средства на какой-то проект, который вам, ну, в общем, сейчас вот по зарез нужен или там на какую-то помощь, а вы рассказываете, как вас замечательно поддерживает какой-то банк, но никто вам в жизни никогда не поможет, ну, реально, это смысла нет, даже, может быть, если это правда, и банк вас правда поддерживает, вы просто понимаете, что, ну, что, когда говорить, вот. Ну, вот типичные ошибки, когда люди дают интервью, да, вот, читайте, длинная преамбула, многословие, пока человек доберется до сути, журналисты уже силы кончаются, его слушают, честно, да, многословие, да, попытка, кстати, сразу все, вот человек добрался до микрофона, и он хочет все, что у него наболело вообще, и получается, ну, просто, вот, да, кайкофония вместо музыки, вот, значит, ну, вот попытки читать тексты, выучить наизусть, ну, тут, как бы, разные есть подходы, но я считаю, что все-таки, ну, если вы занимаетесь этим делом, если это дело, ну, как бы, в вашей жизни, если вы им увлечены, ну, наверное, надо как-то все-таки, ну, наверное, вы должны знать, что это такое, да, чем вы занимаетесь, должны, как бы, уметь внятно про это рассказать, интересно, безо всякой бумажки, вот, потому что, честно, вот эти деревянные интонации, когда человек говорит, ой, вы знаете, я тут подготовил, я сейчас вот буду читать, ну, ну, вы не актер, вы так не прочитайте, все равно это будет слышно, это будет очень формально, да нет, в общем, я, в принципе, не то, чтобы я против, но, но, но не знаю, потому что у меня все равно возникает куча дополнительных вопросов, бумажки этих ответов все равно нету, понимаете, я все равно, пока я не добьюсь, чтобы я поняла, чем вы все-таки занимаетесь, я все равно не отстану, поэтому вот лучше, лучше не надо, ну, вот, излишние эмоции, зажатая склонность, вот Саша тут со мной всегда спорит, он говорит, что эмоции – это хорошо, ну, нет, эмоции, конечно, хорошо, вот, когда вы не просто равнодушным, там, голосом, да, там, как по-на-майшу, там, на одной ноте, да, конечно, хорошо, конечно, вы в интервью на радио, голос – это всегда энергетика, голос – это энергия, да, и можно у аудитории усыпить моментально, да, вот просто сразу, она вся заснет, если вы на одной ноте, совершенно безо всякого интереса, безо всякого посыла. Конечно, эмоции нужны, но я имею в виду, иногда, знаете, вот начинают там люди или как-то хихикать странно, или как-то смеяться, заливаться, или, или наоборот, там, не знаю, кто-то начинает плакать, кто-то начинает ругаться, прям кричать, прям из-за дувания идут в микрофон, понимаете, ну, как бы, потому что иногда, знаете, вот, человек дорвался до микрофона, и он говорит, все, это моя трибуна, все, я сейчас все скажу людям, вот, вот, и вот это, честно, тут все-таки у нас, мне кажется, сейчас образ человека из некоммерческой организации, из благотворительного фонда, все-таки он вообще, лучше теперь здорово отличается от образа, там, советской поры, там, или постсоветской сразу поры, когда считали такими городскими сумасшедшими, там, не знаю, какие-то женщины, почему-то в мужских ботинках все время, там, которые бегают ненормально и говорят, что, значит, вот, да мне никаких денег не нужно, да я все людям отдам, в общем, ну, такие немножко, в общем, сейчас это профессиональный сектор, да, поэтому давайте, вот, если мы профессионалы, да, конечно, очень важна некая подача, да, очень эмоция, но вот я имею в виду излишнее, когда для записной программы тяжело, хотя, ну, вот, иногда часто ветераны начинают плакать, вот мы записываем программы с ветеранами войны, и вот они, ну, начинают плакать, когда что-то вспоминают, это, конечно, очень слушать трогательно, но, ну, это иногда прям за гранью, иногда вот, когда матерей пишешь детей с тяжелыми заболеваниями, когда вот им надо прям собрать деньги прямо срочно, и вот человек, ну, срывается буквально на плач, это, наверное, очень, ну, это действует очень здорово, это здорово действует, но, вы знаете, сейчас очень много просят на стоны, вот, да, сейчас это со всех сторон в интернете, сыпется, спасите ребенка, если вы не перечислите, он завтра умрет, на это люди уже не очень ведутся, и вот все-таки я считаю, что, ну, вот, лучше какой-то разумный подход и пока рассказ о чем-то позитивном, о том, что будет, если вы поможете, как будет хорошо, вот так, да, я бы сказала. Ну, вот излишняя детализация, да, значит, люди, я не сомневаюсь, что вы все прекрасно разбираетесь в том, чем вы занимаетесь, то есть вы знаете законодательство, вы знаете, там, вышли какие законы, подзаконные акты, но когда человек начинает в это улыбляться, да, и говорит, вы знаете, нет, а вот ФСЗ-994, вот пункт такой, вот, понимаете, это мы с вами не на конгрессе специалистов, которые точно знают, да, в чем там пункт, и все, широкая аудитория, она сразу отключается, как только вы пускаетесь в какие-то, или начинаете термины использовать, какие-то ему неизвестные, да, или пускаетесь куда-то очень глубоко, до чего ему вообще не донырнуть, да, человек сразу отключается, да, ну, сразу слова-паразиты понятно, там, вот, значит, как бы, там, ну, их много, ну, кстати, да, их много, ну, понятно, это все, при записи, это все звукорежиссер-то вырезает, вот он сидит и режет, 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 очень многие там э, мэ, бэ, вот эти все, знаешь, это все, значит, сидит и режет, то есть просто на самом деле вообще интервью – это очень хороший способ, вообще подготовка интервью, очень хороший способ вообще как-то структурировать свою речь и вообще научиться выступать публично, просто говорить интересно и избавиться от каких-то вот речевых привычек вредных. Ну, вот официальные формулировки иногда, знаете, вот этим грешат чиновники, ну, и не только чиновники, иногда вот когда человек вот мыслит вот в режиме заявок и отчетов, у него вот эти формулировки, они, и вот он там говорит, мы оказали, мы в прошлом году оказали помощь 25 семьям, находящихся в трудной жизни ситуации. Ну, понимаете, нет, конечно, это нормально, это можно так сказать, ничего страшного, но вообще вот все-таки у нас литературная, но разговорная речь, разговорная, люди так не говорят вот в жизни, да, вот можно же по-другому сказать, знаете, вот есть семьи, которым вот все было хорошо, и вдруг что-то случилось, да, и им тяжело им самим не справиться, вот таким семьям мы помогаем, ну, можно же сказать, да, нормально, по-человечески, чтобы людям было понятно, о чем идет речь, вот. Ну, вот непонятные термины сокращения, ну, да, вот, ну, вот муковисцидоз, на самом деле, и вот какие-то слова, медицинские термины, да, или наши привычные формулировки, обычно я в радиопрограмме первый раз я расшифровываю, что это такое, потому что далеко не все знают. Например, даже ДЦП, детский церебральный паралич, ДЦП, уж казалось, ну, все знают, да, нет, вы знаете, все равно я первый раз, я это проговариваю, я говорю, детский церебральный паралич или ДЦП, и потом я уже могу говорить ДЦП, потому что, ну, ну, не все знают, мы погружены в тему, далеко не все даже, может быть, и ДЦП это слово знают, а уж не говоря о каких-то там боковых аммиотрофических склерозах, БАС, да, это называется, вот люди с БАС, люди с БАС, какие с БАС, что с БАС, ведь на слух это вообще очень понять трудно, да, вот, там, дети-бабочки, эти хрустальные дети, ну, вы хоть надо, ну, как бы сказать, хотя бы первый раз надо объяснить, что это, да, потому что, ну, не все так владеют терминологией, да, вот, ну, вот теперь приступаем уже к практической части, значит, вот к вам подошел журналист и говорит, а можно у вас взять интервью, да, и я в такой роли очень часто выступаю на всех конференциях, да, и мне говорят, да, конечно, пожалуйста, и, значит, начинают, я спрашиваю, говорят, и никто меня не спросит, а для какой вообще радиопрограммы, для кого, для чего интервью, хорошо, я как бы незанамеренный человек, я правда, вот, скажем, будет в эфире Радио России, но вообще, честно говоря, да, для какой программы, по какому каналу, когда материал, тема, сколько эфирового времени он занимает, да, не нужно говорить там полчаса, если вы понимаете, что программа там трех- или семиминутная, вы просто соотносите, да, если вас приглашают, например, вот в студию, да, тоже вы должны понять, это как бы индивидуальная будет с вами беседа ведущего, один будет ведущий, два ведущих, да, кто будет ведущий, беседа, дискуссии, ток-шоу, что это будет вообще, да, если будут какие-то еще эксперты, кто это будет эксперты, кстати говоря, вот телевидение любит сталкивать людей лбами и приглашает, ну, намеренно таких людей, которые стоят на противоположных каких-то позициях, что-то специальных, так что-то имейте в виду, это, про это Саша вам поподробнее расскажет. Значит, готовимся к интервью, значит, вот вы все это узнали, ну, условно говоря, мы, мы как бы допускаем, что вот между самим интервью и предложением, ну, некое время все-таки, да, прошло, да, соответственно, у вас есть время на подготовку, вы определяете цель, цель, что вы хотите сказать, что и кому, да, цель и целевая аудитория. И вот выделяйте вещь, которую вам надо сказать обязательно, вот главную, да, вот это будет главным, и с нее надо, кстати, начинать, да. Вспоминай факты, статистику, да, то есть если вы так не точно помните, вы это освежите в памяти. И обязательно поймите, какие ваши контакты дайте в программе. Если ваш телефон не работает, сайт там где-то на реорганизации, офис там закрыт, то как бы вы вообще понимаете, кого вы приглашаете, зачем и куда вы приглашаете, да, и зачем вы даете телефон, который не отвечает, например, да. Пишем шпаргалку. Это не надо писать, как доклад, ваш текст. Надо писать по пунктам, вот именно то самое, что надо обязательно сказать, да, вот какую-то статистику. Это буквально там несколько пунктов, но вы просто для себя, вот чтобы не забыть, да, такую напоминалку, да. Очень хорошо провести репетицию, записать на диктофон. У всех сейчас есть диктофон, и можно даже на видеокамеру записать, да, потому что сейчас, кстати говоря, во многих, особенно вот в прямом эфире, сейчас есть и видеокамера, поэтому имейте в виду, что тоже шею и уши надо мыть обязательно, даже идете на радио, если вы. Там все это транслируется в интернете. Вот, записываешь на диктофон, во-первых, смотришь, сколько времени там занял твой прекрасный спич, да, и понимаешь, что что-то тут не то надо откорректировать. Во-вторых, прослушиваешь сам, сразу уже понимаешь, да, что там было лишнее, да. И вот даем послушать дедушке, ну, Саше это назовет бабушке, значит, стороннему человеку, который не связан с вашей организацией, и который, может быть, не очень знает вообще, чем вы занимаетесь, и спрашиваете, все ли было понятно. Вот что я хотела сказать, да, ты понял, что, вот вообще вы поняли, какую мысль я хотела до вас донести. Да, если что-то непонятно, еще раз делаем, записываем, пока вас, кстати, имейте в виду, что ваш голос вам покажется отвратительным при записи. Это всегда так. Честно, он нам тоже, вот мне лично он казался тоже отвратительным, пока я не привыкла, потому что мы изнутри слышим иначе, чем снаружи, поэтому это вы не обращаете на это внимания, но подработать, поработать над интонациями, над какими-то, да, это вполне возможно. Вот во время интервью, значит, визитка, визитка – это главное. Ребята, визитка. То есть, нет, сейчас, конечно, сейчас есть социальные сети, можно задружиться, зафрендиться, все, но все-таки, вы знаете, вот я, когда я с конференции иду, у меня обычно вот стопочка визиток, у меня на диктофоне там, не знаю, 10 интервью, у меня должно быть в идеале 10 визиток, да, чтобы я не искала там где-то, да, и потом, бывает, знаете, бывают популярные имена и фамилии, которые замучаешься там искать где-то, да, там в интернете, вот, поэтому вот, потом, знаете, бывают же очень сложные названия организации, бывают такие, что, ну, вот, недавно вот в Татарстане, мы были в Казани, Саше, вот в Татарстане, там, например, название, я 10 раз ее переспрашивала, как называется фонд, но не понимаю я на слух, потому что фонд называется по-татарски, Зенгер Тасма, понимаете, вот я произнесла, я четко произнесла, но как это пишется, я не понимаю, я, значит, была вымежена, то есть, у нее не было визитки, я, значит, должна была искать в интернете, понимать, что вот именно так произносится, с каким ударением, да, то есть, вот, вот таких вещей, в общем, вот, визитка, она позволяет как-то избежать, вот, ну, значит, берем шпаргалку с собой, но ее не учим, просто для спокойствия она лежит, да, значит, что такое ненаступаемые слова ведущего, значит, как строится интервью, значит, обычно редко так бывает, что вот у вас диалог, который прямо непосредственно идет в эфире как диалог, да, программа слишком короткая, чтобы было время на мои вопросы, на ваши ответы, значит, обычно из нашего с вами диалога вырезаются кусочки, да, вот, которые потом смонтируются в один складный, очень информационно насыщенный такой блок, да, репортаж, поэтому надо между вопросом моим и вашим ответом должно пройти хотя бы секунда, то есть, когда люди, вот, они уже поняли, о чем я хочу спросить, и начинают мне отвечать на моих же словах, соответственно, этот кусок, и я не смогу его взять, да, и мы никак мои слова оттуда не выкинем, поэтому, соответственно, вот, не наступ, то есть, хорошо, вот, человек задал вопрос, да, раз, и, да, и потом начинайте отвечать, это все очень просто, да, если вдруг чувствуете, никуда-то вас не туда занесло, что-то вы там загружили с формулировками, забыли вообще что-то там, не знаю, ну, в общем, что-то не туда пошло, вы говорите, стоп, можно я переговорю, это нормально, когда мы идем в запись, это абсолютно нормально, конечно, да, я ставлю диктофон, значит, человек сосредоточился и начинает говорить, но он заново, но он начинает говорить не в середине фразы, где он там что-то сбился, а он начинает переговаривать вот весь тот смысловой кусок, потому что очень трудно стыкуются, когда человек говорит, и очень трудно стыкуются интонации, паузы, в общем, это очень сложно в монтаже, поэтому, в принципе, если уж вы решили переговорить, вы переговариваете весь кусок, да, значит, потом тоже, опять-таки, вот программа в записи, значит, поскольку я подаю вопросы, вот, я, например, спрашиваю, вот, скажите, пожалуйста, какую вы помощь оказываете там людям, ну, например, ВИЧ-положительным, да, людям, ответ не должен начинаться, мы там, мы проводим с ними консультации, да, моего вопроса-то нету, да, поэтому, соответственно, вот нужно отвечать развернуто, то есть мы для ВИЧ-положительных людей проводим консультацию, то есть, понимаете, да, вот это вот мелочи, но это очень важно. Значит, потом, ну, вот четко формулируем, что мы ждем аудитории, от аудитории, да, надо понять правильные контакты. Ну, вот афоризм и крылатые слова я очень приветствую, потому что, если мы все с вами пойдем вот по этой схеме, там, раз, два, три, четыре, пять, что надо сказать, ну, это будет качественный, хороший материал, но незабываемым, ярким, сделает это ваша, ну, ваша личность, ваш голос и какие-то изюминки, которые вы туда положите, да. Их не должно быть много, понятно, они не должны, там, не знаю, петь, там, не знаю, читать поэмы, это понятно, но какое-то двустишее по теме, да, даже, может быть, анекдот, между прочим, коротенький по теме, крылатая какую-то фразу, да, это очень украшает речь и, главное, очень запоминается, да, и обычно этим вот финал такой бывает, очень яркий бывает финал, и это вот запоминается. Но включенность до самого конца, я просто хочу сказать, что вот когда беседуешь с журналистом, иногда такое складывается ощущение, что, ну, вот, ну, вот хорошие отношения сложились, вроде хороший человек, почему бы ему все не рассказать, да, и человек как-то расслабляется, и вот у него этот драйв уходит, вот нужно быть немножко включенным, знаете, чуть-чуть вот присобрать кулаки и себя как бы вот так немножко подзавести, то есть вы должны быть немного более бодры, чем обычно, вот я бы сказала так, вот. Но это, конечно, не касается холериков, которых и так все, в общем, брызжет, да, некоторых надо и останавливать, вот. Ну вот опять интервенеры, информация, эмоциональная составляющая, да, то есть подача, голос, интонат, причем имейте в виду, что чем вы, если вы поднимаете голос, да, почему-то, ну, как бы, если у вас поднимаете, значит, тон, да, то голоса, то почему-то это, ну, доходит не очень, а когда вы опускаете, да, вот учитесь говорить, вот, да, низами, да, тогда как-то это вот лучше доходит до людей, не знаю, почему-то более душевно звучит, да, ну, вот элемент какого-то творчества художественного, вот. Вообще я все время говорю, что самое лучшее интервью – это тост. Вот кто умеет говорить тосты, тот обычно прекрасно говорит интервью. То есть это краткость, афористичность, яркость и абсолютно доходчивость полная, да, понятно абсолютно всем. Ну, может быть, элемент юмора, кстати, тоже, да. После интервью что нужно? Обязательно взять контакты журналиста, да, причем именно журналисты, не каналы, которые там, знаете, инфы чего-то там, это вообще, это обычно почта глухая, вот эти все, которые инфы там, вот. Послушать программу, значит, разместить на сайте, на своем ссылку, отслеживать реакцию аудитории. Звонили, не звонили, какая была реакция, сколько пришло народу, может быть, даже кого-то спросить, а вы где, вот, вы не по радио слышали, да, вот почему пришли. И об этом обязательно сказать журналисту или редакции СМИ, это им очень будет важно, и если был какой-то эффект, это, ну, как сказать, это даст возможность вам в дальнейшем какое-то сотрудничество на какой-то постоянной основе наладить, да. Ну, вот, на самом деле, большая радость, что сейчас, благодаря президентскому гранту, мы вот продвигаем вот эту вот тему подготовки самостоятельного аудиофайла, значит, все это есть вот в этой книжке, которая еще немножко осталась, там прям отдельная глава, это посвящена, но вот на обратной стороне, здесь прям, здесь это моя личная почта, поэтому, если кому не достанется моя визитка, которых мало, к сожалению, значит, я, вот ради бога, вот моя почта, то есть присылайте, если вы сами, да, о себе вот таким образом, да, вот насчет уровня, насчет как интервью надо записывать, да, сколько надо, не надо записывать там даже 15 минут, но и минуту записать, это тоже мало, потому что это нам не хватит, вот. Ну вот, и файл отправляйте нам по адресу. А я надеюсь, что вы так здорово запишете, что выйдете в эфир Радио России и получите замечательную совершенно поддержку от огромной аудитории федеральной. Спасибо большое, я готова ответить на вопросы, но, в принципе, у нас будет возможность пообщаться, вот после того, как Саша проведет свою часть, у нас будет возможность пообщаться, а вы, главное, готовьтесь внутренне, все готовьтесь к интервью. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...